Друзья, всем привет! Сегодня мы опять продолжаем радовать вас прекрасными видами мартиники, отдыхом на Карибах. И сегодня мы решили покинуть пределы отеля и посетить местный городок, в котором всего находится одна тысяча человек. Но я думаю, нам будет интересно. Мы посмотрим местный колорит, сходим на местный рынок, а также посмотрим, как живут люди на Карибских островах. Музыка На острове Мартиник очень сложно с вывозом железа. Поэтому автомобили, которые ломаются или корабли, которые остаются здесь, например, что-то с ними происходит, их просто оставляют обычно вот в таком положении и потом просто постепенно разбирают на запчасти. Но этот корабль, скорее всего, оставили как небольшое напоминание о какой-нибудь катастрофе или как музейный экспонат. Музыка На самом деле скорость продвижения у нас не очень большая. А идти еще около одного километра. Так что будем снимать все, что попадается на пути. Они много difficulty виду как еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сл 언ович. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕМОННОВАЭ! КОНЕМНОВАЭ! КОНЕМНОВАЭ! Ой, 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 ой. Что-то ты не смеешься. Подписчики, вы смеетесь? Никто не отвечает. По сути, сейчас мы должны подняться вот под этой лестнице и должны, по идее, оказаться в городе уже. А мостик как в России? Мостик похож на российский. Тоже речка Вонючка присутствует. Идеально воняет. И запах стоит неимоверный, друзья. Ступеньки хорошо рассчитаны для коляски. Не повсюду так. А тут прям даже с караской можно подняться без проблем. Почти. Я просто боюсь. Субтитры сделал DimaTorzok прямо в черте города находится кладбище оказывается на мартинике делают кладбище вот таким образом обязательно чтобы был вид на море вчера я тоже когда ездил на экскурсию заметил что все кладбище стоят с прекрасным видом я думаю это сделано специально чтобы усопшие могли всю жизнь любоваться прекрасным видом океана так что друзья напишите пожалуйста комментарии хотели бы вы быть похоронены когда-нибудь в таком прекрасном месте с видом на океан или все-таки в загробной жизни это не важно а важно проживать эту жизнь так чтобы было что вспомнить в любом нормальном городке конечно есть свой банкомат пенкот показывать не будем вот так вот выглядит местная полочная сожалению продукции немного видимо в этом городе не так много туристов сейчас будем ходить и смотреть и он и и и и и и и Промене антитен. Промене антитен. Промене антитен. Промене антитен. Промене антитен. Промене антитен. Очень интересно, что в городе живет всего около тысячи человек. И посмотрите, какой грандиозный храм. Конечно, он небольшой, но как он построен. Как все сделано красиво и качественно. Ну и, конечно, открывается из храма вот такой прекрасный вид. Промене антитен. 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 зашли на какую-то не очень туристическую улочку все разбитое но видимо тут такая в них традиция особо ничего не чинить похоже на наш родной поселок раздрян а а а а а а ну наверное здесь в основном все-таки магазинчики сувениров одежды все предусмотрено для туристов у нас постоянно больная тема это покупка купальников мы их только смотрим но не покупаем потому что там стоит 38 тут 25 хотя бы но цены хорошие будем выбирать какой-нибудь друзья как мне такая шляпа если идет пишите в комментариях я куплю и следующие выпуски буду уже выпускать вот таких шляпах как идет жена всегда поддержит такие робот стоят 25 евро чашечки по 650 рубашки 19 какие интересные медвежата по 12 евро это шляпа для вели ой как россия ну давай может и купим 10 евро вот еще желтые есть пойдем шляпку посмотришь дожди это оставь это череп посмотреть в зеркало смотрю зеркало стали вот зеркало поцелути китай Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, штрафы выдаются и здесь. Я думал, на этом маленьком острове вообще полиции нет. Оказывается, тут тоже машины штрафуют, как в Швейцарии. Это Европа. Везде просто так машину не оставишь. Теперь я предлагаю зайти в местный магазин посмотреть цены. ММДэмс 3,95, Скитлз 1 евро, Шоколадки 2,25, Приндлз 1,40, Швепс 2,80, Фанта 2,66. Первый раз вижу такую цену 2,66. Грейпфруты 3,20. Груши 3,20. А одна граната 3,45. Вот такая маленькая. Хорма 4 евро. Ну, видимо, хорма здесь считается деликатесом. А вот бананы, которые выращиваются на Мартинике, стоят 1,80. Вы знаете, в Швейцарии бананы стоят даже дешевле. Странно. Но, видимо, это тоже магазин для туристов, поэтому здесь цены не такие дешевые. Йогурт, например, стоит 1,60, 1,75. Я здесь на памперсах. Я здесь. Макароны 1,35, 1,55, 2,50. Масло 7 франков, оливковое. Всякие баночки, 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 баночки. Несколько 4,99. Видно 3,92. 7,29, 99, 13,99. 6,24, 4,14. 5,62, 7,28. Шато. Это вот местные ромы, местные пунши. Из пассион фрукта, из ягод, из банана, из ананаса, из кокоса, из арахиса. Все это стоит в пределах 10 евро. Очень вкусные. Похожи чуть-чуть на Бейлис, но градусов поменьше. Интересно, смотрите. Сок кокосовый коктейль, сок тамаринда, нектар гуавы, апельсин. Груша и еще что-то. Маракуйя. Манго. Мандарин. Ананас. Смотрите, какие маленькие пачки с чипсами. Здесь всего 27,5 грамм. А Принглсы стандартные. Интересно бывает Принглсы с маракуйей. Милка, 4,24. А это ром. Помните, мы были на фабрике ромовой. 16 евро, 12 евро, 10 евро, 17,20. Это местный ром. Кто еще не смотрел мою экскурсию по острову Мартинико, пожалуйста, посмотрите. Там я как раз показываю, как мы были на фабрике рома. В итоге взяли мы сок из тамаринда и гуаву. Сейчас будем все это тестировать и пробовать. Это все. Все, пришлось пойти на поводу у ребенка. Теперь у нас есть несколько минут, пока она будет спокойно сидеть в коляске. Ты что, ты хочешь протестировать? Давай. Суп из гуавы. Ну, как тебе? Это не для рекламы, но реально очень вкусно. Попробуй. Или потому что он холодненький, а мне так хочется пить. Да, прям похоже, что это настоящий нектар, который только что выдавают. Вот у нас в отеле, да? Да. Даются такие соки. Такое ощущение, что только что прям свежевыжатый, да, сделали? Очень вкусно. А я хотела сначала не брать, потому что он типа в банке, в этой стране типа фанты, да? А нет, сейчас тебя тоже откроем и егэк. А я хочу протестировать свой сок из тамаринда. Друзья, напишите в комментариях, кто пробовал хоть раз в жизни вообще тамаринд. Это очень интересный фрукт или овощи, не знаю что это. Или орех, но мне очень нравится. Этот сок, конечно, не холодный. О! А там все. Очень вкусно. Очень вкусно, тоже освежающий, прям настоящий вкус тамаринда. Кто знает, тот поймет. Вкусно, да? Попробуем. Нет. Но Юля тамаринд не любит, поэтому все достанется мне. Нет, ну она сама забралась в колясо. Ты это не снял? Я говорю, иди в колясо, я тебе дам вкусняшки. Она такая, ой, 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 ой. Ассу, да? Эмеля, ты все понимаешь? Реально вкусный сок. А у тебя? Местный фастфуд. За 12 евро можно купить тарелку риса, 3 креветки, морковку и салат. А за 5 евро просто купить обычный салат. Ну, цены хорошие, как в Швейцарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эклер 2,50. Тарцитрон 3,50. Сэнди 4,90. Мини-пиццы. Шоколадный кросс, а, простой шоколадный кросс, 1 евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очень странно, что на острове много заброшенных зданий, и почему-то они никак, никем не используются. А вот сейчас мы попадаем на местный рынок, на местный маркет. Во-первых, особенность, что здесь бесплатный туалет. Можно спокойно зайти в туалет, бесплатно. Давайте посмотрим, какое. Очень чистый, удобный, есть бумага. Вот в этом я хотел бы попросить русских, чтобы они учились, а также швейцарцев, чтобы делали повсюду бесплатные туалеты, потому что это привлекает туристов. Можно спокойно зайти и сделать все свои дела. И пойти гулять дальше. Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Коррекция Кстати, символ мартиники это черепашка. Вот это называется сладкий картофель, очень вкусная вещь, не знаю в России появился такой или нет, но в таких островах они часто бывают, очень вкусно, похоже на картошку, но только ее можно и сыром виде, и она сладкая. А это все жемчужина? Это пьера. Это simultaneously маленькие от того, как sehr достоина мосетная laufen. Вот это есть взятая, вот тоже с doit, это мосетische берет, еще cotton título, к graphению расправного молока и водолазобарного дома. Она тоже, это грань. Я помню, как я поделюсь, между камерами. Я поделюсь в них, это сочетание. А, очень красиво! Это будет хорошо! Это будет хорошо! кетчуп банан банана кетчуп и смотри кто нарисован дали смотри конфетюр для прямо вот такой типа чеснок персель у него все то что мы берем это не все они все хорошие все еще Я не знаю. а мы тем временем взяли все-таки себе банановый кетчуп и взяли такие вещи на подарки это специи и небольшие бутылочки пунш кокосовый и пассивный ладно возьму авокадное потому что такого я ни разу не видела кокосовое карите и так далее в принципе это достаточно известные наименования можно по себе купить саму пейли фермы сапа со сетями миссии фермы туски расчет а также полете визе конца вот такой симпатичный маркет мы посетили надеюсь вам понравилась небольшая экскурсия а мы продвигаемся дальше как я говорил ранее здесь очень много вот таких вот разбитых машин которые стоят бесхозно потому что их очень дорого утилизировать чтобы их вывести с острова это невозможно это очень дорого их в основном разбирают просто на запчасти постепенно сначала снимают одно второе третье и пока не разберут полностью друзья ну что наша экскурсия подходит концу мы дошли до самого конца города как я говорил ранее городок не большой всего тысячи человек здесь обитают опасения мы сегодня с вами центральные места поэтому пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии напишите хотели бы выжить вообще в таком прекрасном месте или вы считаете что это как какая-то маленькая и некрасивая деревня интересно будет узнать ваше мнение по этому поводу честно сказать я бы хотел здесь остаться вот для меня что швейцария что здесь для меня здесь как-то более по родному что ли как будто оказался опять у себя на родине потому что у меня на родине всегда тепло всегда солнце поселку раздвяному привет все кто меня смотрит я вас люблю ценю жду всем пока пока удачи и на связи